Моё почтение, Суперселл, как же давно не было книг в обычных событиях. Ещё одна партия волшебных предметов и целая куча ресурсов будет сегодня потрачена. По-моему, разработчики мне намекают, что в следующем ролике я должен зафулить лабораторию полностью. Просто гениально, если собираем 3000 лайков, то рубрика будет уже называться Рак. Всем здарова, друзья, с вами Тим, и это новое видео на аккаунте Крах, и рубрика это Рак. Не, ну как-то непривычно называться, но по сути да, так и есть. Реально идеально подходит к этому аккаунту, и сегодня, как вы понимаете, будет опять-таки активная прокачка. Ну, по моему мнению, потому что перешёл я 24-го или какого там уже не помню, но суть в том, что ещё месяца 100% нету, но при этом основную часть я практически закончил. Поэтому начинаем сразу же с того, что я не забыл, и ставим на прокачку Снежка до 4-го уровня. Да, возможно, это не то животное, которое сейчас нужно ставить, но ресурсы идеально сюда улетают, и, соответственно, после этого я смогу заюзать руну чёрного эликсира, которая у меня появилась с золотого пропуска. Или же уже была? Так, подождите, а я уже получал её или не получал? Подождите-ка, ага, всё, я получал на именно золотого пропуска. Поэтому всё, руна у нас уже полностью потрачена, и теперь-то пора бы, наверное, прокачать дом для животных, потому что тоже была цель его прокачать, и плюс там ещё книжица есть, и плюс ещё есть молоточек. И вот как раз-таки все животные теперь у меня в наличии. Ну и это самое главное, потому что после этих действий я смогу приступить за прокачку двух последних лагерей. Ну а после этого хоронилища, и всё. А потом приступим за прокачку Дефенса. Строитель, который сегодня ещё освободится, конечно же, пойдёт опять прокачивать ратушу до 5-го уровня. Ну а сегодняшнего строителя, который освобождён, я не знаю, куда поставить пока что, но я точно знаю, что у цыгана я ещё не покупал книгу героев, которую я сейчас уже купил. Залетаем также в медали рейда и покупаем зелье изучения. Ну а из того, что осталось, скорее всего, будут покупаться колечки. Я пока что об этом не думал, чуть позже будет ясно. Так что сразу же сливаем вот сюда вот это вот добро. Как вы понимаете, лаборатория должна зафулиться уже в следующем ролике. 1, 2, 3, 4, 5. 5 позиций остаётся прокачать. Ну ладно, ещё возьмём, конечно, осадную машину, кстати говоря, которая уже открылась, я что-то совсем забыл. Я её уже тестировал и показывал в ролике вам, но она пока что первый левел, и я её брать с собой точно не буду. В КК максимум кто-нибудь закинет, и то спасибо. Я на мне не очень зашла. Но самое главное, что надеюсь, что в следующем ролике получится зафулить лабораторию благодаря двум молоткам. Плюс книжица будет фармиться с события. Кстати, я вообще в шоке. Как это так? Разработчики засунули сюда книгу. Это просто жесть. И, кстати говоря, ещё есть в золотом пропуске неполученная награда на зелечку. А сколько у нас там зелек? Подождите-ка, осталось вкачать две или одну? Я уже что-то... Ага. Раз, два. То есть две зельки за молот и за книгу. То есть всё. Максимально быстро прокачиваем зелечки. Также две книги. Не, ну есть. Есть шанс прокачать лабораторию полностью. Считай, меньше, чем за месяц лаборатория будет полностью прокачена, не считая осадной машины. Давайте сразу же потратим немножечко золота, чтобы собрать с клановой крепости. Там тоже немного есть золотичка, плюс пропуски есть ресурсы. Поэтому прокачиваем забор до шестнадцатого уровня. И, естественно, руну-то я не просто так взял. Королева у нас прокачивается до тридцать четвёртого уровня. И причём моментально. А это значит, что уже скоро она будет тоже фул. Кингу остаётся ещё прилично, конечно. Много прокачивать, но я его буду, скорее всего, без книг качать. Так как после того, как я зафулю королеву за книги, я приступлю за хранителя. Так как это важная штука в атаках. И не хочется его ложить на целую неделю. Но герой, это, честно говоря, не очень сложная штука. Со временем апнется. Как говорю, за месяц я не успел. Но за два месяца уж точно успею. Либо же за этот месяц уже полностью его докачаю. Поэтому собираем награды отсюда вы. Я с ЛВК накопил. Плюс ещё бонусы. Короче, немножечко подкопилось. Пока что заданий хватает, чтобы пройти ещё дальше. И ускорение исследований как раз-таки к этому моменту подоспеет. И максимально поможет в прокачке. Соответственно, есть ещё руна эликсира. Которая тоже, кстати, в лаборатории хорошо так поможет. И, кстати, вот как раз-таки книжица, которая мне пригодится на прокачку королевы до 30... Фу, 30... 85 уровня. Ага, 30. Забудь то время, когда герои максимальные были такого уровня. Да-да. Так, руну, кстати, я ещё не потратил. Зелье часовой башни. И золотишко собираем. Ну, вот и всё. Руну, кстати говоря, тоже могу себе позволить потратить. Поэтому ресурсы отправляем дальше на прокачку. 6 400 и как раз идеально залетает. И сегодня-то как раз-таки идеальный момент, чтобы потратить эту руну. Так что, бамс. Ну и, в принципе, прокачаю пока что парочку стен. Потому что остальные ресурсы я бы хотел оставить на прокачку ратуши. А вот куда этого строителя отправлять, я пока что не думал. В прошлом видео я сказал по поводу фарма. И действительно фарм намного ухудшился. И даже мне пришлось прибегнуть к бусту гоблинов супер. И сейчас фармлю ими. Потому что это оптимальное решение забирать с хранилищ ресурсы. Под джампами там. Ну, не важно как. Самое главное, что забирать ресурсы. Поэтому накидываем джампик вот так вот. И благополучно с каждого сектора забираем ресурсы. Это самый оптимальный фарм на данный момент. Никакие шахтеры там, электрики. Ничего абсолютно не поможет. Да, конечно, сейчас войска все бесплатные. Но от этого фарм-то не улучшится. И проще играть не станет. А вот гоблинов вот так вот накидал. И забрал ресурсы благополучно. И плюсом ко всему я еще и прохожу задания с события. Ведь все-таки книгу я эту потерять никак не хочу. Да, там 10 дней идет событие. Но все же вдруг забуду. Поэтому лучше сейчас соберу. И на днях, конечно же, за юзою потрачу эту книжицу. В прокачку данного аккаунта. Это нереальный буст по прокачке лаборатории. И я даже половину юнитов, которых прокачал, еще и не протестировал. Поэтому скоро обязательно нужно будет это сделать. Закинем сразу же героев. Пускай сейчас я допускаю, что они погибнут. Кстати, можно и джамп накинуть. Да, так-то пускай залетают, заходят там. А, кстати, отряд... Нет, не сбивает все-таки урон. Ну, ладно, бывает. Так, давайте также закинем немножко гоблинов на хелпу. В центр нам хоть как придется залететь. И забрать там максимально ресурсов. А еще желательно бы и ратушу. Кинг, кстати говоря, уже погиб. Дирижабль долетает. Я прожимаю. Там не знаю, кто у меня сидел. Но, похоже, гоблины. Еще и дракон сидел. Ой-ой-ой, просто как разнесли центр. Ну и вот на такой нотке можно уже заканчивать. Идеальный фарм. Гоблины это лучший юнит для фарма. Немного поразмышляя, я понял, что сегодня строитель пойдет на прокачку Кинга. Но придется фармить, потому что стоимость его 272 тысячи. На 83 левел он пойдет и будет апаться целую неделю. Его не так жалко. И за фулю, я как говорю, скорее всего своим ходом. Так будет лучше. А сейчас продолжаем прокачивать стены. И еще стены, конечно же. Тем более, через примерно 5 дней освобождается аж 3 строителя. И они пойдут на прокачку лагерей и хранилищ. На данный момент уже начались рейды. А это значит, что через несколько дней мы получим целую кучу медалек. Поэтому пора бы все-таки потратить оставшиеся. Не будем экономить. Да и ресурсы мне не нужны. Я их и так зафармлю. А вот тренировочные зелечки я потом, конечно же, закуплю. Ну а сейчас покупаем колечки. А что же еще? Конечно же, колечки. И никак иначе. И докачиваем уже этот ряд заборинок. Хотя, да, мне не хватает. Очень дорого. 8 колец на одну заборинку. Медали за ЛВК мы получаем всего один раз в месяц. Поэтому их приходится сейчас экономить. Кому интересно, остается всего лишь такое количество медалек. И я сейчас их экономлю, чтобы купить со временем 4 молотка еще. Ну а если бы я купил бы недавно молот героев, то мне бы хватило всего на молот героев и на 2 молотка. Поэтому, скорее всего, после прокачки лаборатории будет покупаться только лишь молот сражений. Было бы идеально сегодня протестировать всех новых животных. Но, к сожалению, я забыл и поставил одного на прокачку. Хотя, я их уже в испытании тестировал. И мне очень понравился Феникс. Правда, не знаю, кого куда лучше сейчас ставить. Потому что это что-то новое для меня. И, естественно, их нужно будет прокачивать. И после этого только будет ясно, какое животное из этих лучшее. Ну, хотя и так будет понятно, конечно же, даже на стадии первого уровня. Но пока я их еще не тестировал. Я не знаю, кого куда ставить. И более-менее сейчас постараюсь распределить. Но пока что пускай будет так. Идеальный соперник найден. Сейчас я только дофармлю ресурсы. И после этого с одного угла закину героев с новыми питомцами. Они первый левел. Но примерно будет ясно, кого лучше поменять. И кого лучше вообще убрать. Ну, на данный момент, скорее всего, я буду использовать лучше питомцев уловых 10 уровня. А когда вкачаю хотя бы до 5 левела, возможно, буду как-то чередовать и брать новых питомцев. Ну и все же, как я говорю, эти питомцы для меня пока неизведанные. И какие-то комбинации брать я не знаю пока какие. Так что пока что просто тест. Блин, как же строители быстро хилят. Теха и ТКПС надо все-таки добить. Также давайте тут зафармим ресурсы. Остатки. Остатки. Так, там заберем. Дарк, кстати говоря, тоже бы забрать. Будет вообще замечательно. Ну и плюс еще эликсира немножечко. Тут, скорее всего, банки будут не нужны. Потому что ту часть мы сейчас будем забирать героями. Стену благополучно проломили. Тут закидываем гоблинов. Ну и ту часть мы, ну я думаю, сейчас уже героями заберем. Короче говоря, поехали. Первый у нас пошел кинг с животным, который передвигается под землей. Окей. Королева у нас пошла с ящером, который тоже бьет на дистанции. Но ближе королевы. То есть, это не очень. Королева все же по дальности дальше. Но какой же урон у него, как на дутьце, наверное, это жесть. А на хранителе питомец вообще не виден. У него яйцо и там написано про вылупление какое-то. Я не знаю, что там за вылупление, но тутец у нас уже, к сожалению, погиб. Кстати говоря, электротитанину для полного кайфа, красоты закину. Ну, тоже новый герой. Точнее, не герой, а боец, юнит. Короче, называйте как хотите. Закинул тоже благополучно. Кинг там уже пробивается в секцию. Хочет забрать КК. Я, конечно же, помогу гоблинами. Прожимаем остатки. И на данный момент я не вижу хранителя. А что не вылупляется? Или только когда герой начинает проседать, и только потом вылуплится это яйцо? Или как оно работает? Ну, придется сейчас дожидаться смерти, что ли? Не хотелось бы, конечно. Я просто не знаю, как этот герой работает, действия его, или мы даже не посмотрим его действия. Надо будет более детально посмотреть, что там написано, и когда он будет действовать. И там будет, я думаю, яснее. Но сейчас за 20 секунд мы, скорее всего, не успеем. Кстати говоря, я в шоке то, что мы одними гоблинами расфигачили базу почти на 3 звезды. Это не какая-то КВ-база, но все же как-то странно, знаете, одними героями разнести базу. 7 секунд остается, и... Не, не успеем. Не успеем вообще. Хранителю никто не нанесет урон, и мы не увидим действия этого животного. Но прикольно, знаете, прикольно. Мне вот, например, дудец, или ящер, как его называют, понравился. К сожалению, копатика, или как он называется, снежка мы сегодня не протестировали. Но в следующем видео однозначно я сделаю отдельное видео по этим питомцам, кого лучше куда направить, и, соответственно, какой из этих питомцев мне больше всего понравился. Сегодня такой мини-тест был, и давайте посмотрим, что у Феникса за цель. Вид урона рассеянный. Так, Феникс вылупляется из яйца и делает своего героя неуязвимым на короткое время прямо перед тем, как тот окажется побежден. Ага. То есть его когда убьют... Ну, короче, у нас есть какой-нибудь герой, который остался живой? Да, у нас остался хранитель живой, и как раз таки с ним я сейчас и пойду в бой. И сразу же протестирую, чтобы не было непоняток. Я просто его скину на какой-либо дефенс, и мы посмотрим его действия. Так будет проще. Все, хранитель скинут, и... После смерти, по идее, ну-ка, автопрожатие. Да, гениально, просто на хранителе тестировать, у которого и так автопрожатие сработало. Ну, кстати, уязвимость что-то какая-то гипердолгая. Вот, все, я... Блин, это идеальная комбинация, двойной хранитель. Обалдеть, а это... Это нереальное животное, даже на первом уровне. Не, однозначно, нужно будет пилить видео отдельно по этим животным и тестировать их нормально, а не так, как я сейчас. Но мне понравилось, слушайте. Реально, способность этого феникса просто нереальная. В общем-то, друзья, на сегодня ролик будет заканчиваться. Открыл я сегодня абсолютно всех животных. И со временем я возьмусь за прокачку абсолютно всех. Ну, а пока прокачиваем, конечно же, снежка. Всем удачки, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok